Добрый вечер! Я хочу начать с такой темы, как возраст читателя. Ну вот, кто был на моей лекции, посвященной Льюису Кэрролу, наверное, помнит, как я сказал о том, что сказки Льюиса Кэрролу, в общем-то, написанные для детей, они превратились во взрослое чтение. И даже произнес такую фразу, что Кэррол научил стоять на голове не только детей, но и взрослых. Ну и попутно там была, в общем, история про то, как постепенно взрослые книги становятся детскими. Ну, в качестве примера, там можно Джонатана Свифта привести, многих других писателей. Вот, но вот именно, понимаете, когда нужно указать некий диапазон, для кого, собственно, книга предназначена, то иногда с этим связаны определенные трудности. Иногда они очень конкретные даже. Вот вспоминая опять эту лекцию про Льюиса Кэрролу, я могу рассказать, что произошло прямо перед ней. Значит, я, в общем, где-то за 15 минут до начала ко мне подходит женщина и говорит, а вот мы пришли со своими дочерьми на вашу лекцию, можно ли нам на ней присутствовать, будет ли, вообще это разрешается и будет ли девочкам интересно. Я говорю, ну, на ваше усмотрение, но вообще темы будут совсем не детские. Я же собирался рассказывать про самого автора и про его сложный характер и про различные его наклонности. И, в общем, говорю этим двум женщинам, что ну, как хотите. И они, по-видимому, после этого позвонили в руководство музея «Гараж» и сказали, ну, как же так, вот была объявлена лекция, Льюис Кэррол, «Алиса в стране чудес», мы с дочками пришли, а у вас не указан возраст, для кого, собственно, предназначается эта лекция. Итак, мой цикл лекций, на нём теперь стоит, что называется, как это правильно назвать, гриф или пометка 16+. Ну, это правильно, конечно, потому что мои лекции вовсе не для детей, только я не очень согласен именно с этим возрастом. Я бы поставил 64+, потому что я сам ещё не дорос до этих тем, и иногда, в общем, для меня тоже, мне кажется, мне рановато ещё за это браться. Вот, но, с другой стороны, ведь, понимаете, Кэрол, правда же, написал свои сказки для десятилетних девочек, да, и как можно было вот их двух этих пришедших выгонять и не пускать на эту лекцию. Это, конечно, здесь что-то не так, вот какая-то в державе датской гниль, что-то с этим надо делать. Вот, говорю я про это именно потому, что с Булгаковым тоже огромные сложности. Дело в том, что, ну, скажем так, Булгаков не писал свои книги для детей, тем более главную, собственно, книгу, которую он посвятил почти половину своей творческой жизни, «Мастер и Маргарита». Но так как-то получилось, что в нашей современной жизни эту книгу, в общем, читают, ну, если не дети, то подростки, и читают её как сказку. И, в общем-то, наверное, не очень углубляясь в какие-то смыслы, которые там заложены, никак не анализируя, ну, погружаясь в этот фантастический мир. Он замечательный, конечно, я об этом тоже поговорю, но как-то вот получается, что эта книга, она была одно время, может быть, слишком переоценена, а теперь она слишком недооценена. Я даже обратил внимание, вот при подготовке я искал какие-то видеофрагменты, чтобы вам показать в рамках этой лекции из каких-то фильмов, из экранизации книг Булгакова, и обратил внимание, что почти на каждом из этих фильмов тоже стоит такая пометка «12 плюс». То есть вот, ну, именно и так, вот 12-летние, от 12 до 16 лет подростки с любопытством и интересом читают эти книги, и действительно они им нужны, они им, в общем-то, получается, что для них как бы и предназначены. А взрослые теперь как-то не очень и любят эти книги, хотя существует даже такая профессия, как Булгаковед. Вот, например, Мурета Амарина Чудакова так себя называет. И я сегодня, рассказывая про Булгакова, вряд ли добавлю что-нибудь к тому, что Булгаковед уже про него узнали, открыли, нашли архивные материалы. Вот, поэтому, наверное, неправильно было бы делать самого Булгакова, и даже его книги фокусом этой лекции я как-то немножко про другое, наверное, буду в основном говорить, но и про Булгакова тоже.